Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Слава Богу за эту уверенность. Доставайте свои Библии и блокноты. Мы пригласим Бога в нашу жизнь. Наша сегодняшняя тема звучит так «Божья сила для победы над злом». Я хочу начать с небольшого путешествия. Для этого нам понадобится больше одного разговора. Но я хочу, чтобы вы пошли со мной в школу. Давайте побудем учениками, возможно, даже начинающими, и рассмотрим духовные вопросы. Я не утверждаю, что сам понимаю их в полноте. Я сам чувствую себя на месте новичка. Я начну со стиха в Евангелии от Луки, 4 главе. Это было в начале публичного служения Иисуса. Там сказано вот что. Лука говорит, что Иисус вернулся в Галилею, а это северная часть страны. И возвратился Иисус в селе Духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Весьма простое предложение. Но в нем скрыты важные перемены. Это ключевой момент в жизни Иисуса. На протяжении 30 лет он жил незаметно. Мария и Иосиф знали его историю. Возможно, ее знал еще кто-то из ближайшего круга, вроде Захарии и Елизаветы. Мы знаем мало таких людей. Иисус не был публичной личностью. Назаред был маленьким селом. Говорят, что во времена Иисуса там жило полторы тысячи человек. Он жил в маленьком селе вдали от важных дорог, в холмах Галилея. Но после крещения, когда на него сошел Дух, после времени пустыни, как говорит Лука, он вернулся в Галилею в селе Духа. История про Иисуса начала распространяться по всему региону. Всего за несколько месяцев тысячи людей начали собираться для того, чтобы услышать его, принять его служение. Я хочу прочитать вам фрагмент из Писания, Колусиным, первая глава. Потом мы разберем его, потому что в нем даются указания о том, как нам ходить с Господом. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу и помогуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы, ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Я использую эти несколько стихов в качестве пути для понимания хождения с Господом. Задача дается нам в 10 стихе, чтобы поступали достойно Бога. На самом деле есть четыре вещи, которые даются нам в качестве задачи в этом фрагменте. Первая из них — поступать достойно Бога. Я хочу, чтобы вы задумались со мной над этим. Что значит поступать достойно Бога? Подумайте о том, что Иисус сделал для вас и меня. Подумайте о тех людях, которые больше всего повлияли на вашу жизнь духовно. Подумайте об их характере, личности, которую они вкладывали в вас. Что для вас означает поступать достойно? Я не имею в виду посещение церкви, а говорю о том, чтобы обмануть пастыря. Это не так уж трудно, ведь он не такой и умный. Суть не в том, чтобы впечатлить своих соседей. Однажды мы с вами предстанем перед Творцом и посмотрим на свою жизнь под солнцем. Мы хотим поступать достойно Господа. Это вопрос, над которым стоит задуматься, а затем он говорит во всем, угождая ему. «Бог во всем доволен вами». Это практически невозможно представить. А затем сказано, принося плод во всяком деле благом. Мы можем приносить плод во всем, для чего нас создал Бог. Не время от времени. Мы можем в полноте исполнить то, ради чего Бог создал нас. И последнее, возрастая в познании Бога. Мы видим четырехкратную задачу, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождали Ему, приносили плод во всяком деле благом и возрастали в познании Бога. Вы хотите возрастать в познании Бога? Или вы думаете, что уже знаете все? Или знаете большую часть? Вы знаете, как родиться свыше, как спастись, обратиться? Вы крестились. Думаете, что на этом ваши дела с Богом закончились? Надеюсь, нет. В 11 стихе Павел говорит о результате выполнения этих задач. Он рассказывает, что Бог начнет делать у нас. Он говорит, укрепляясь всякую силу, по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Во-первых, он говорит, что мы укрепимся всякую силу, по могуществу славы Божией. Мы не должны забывать о силе Бога. Мы почти не говорим о Нем. Люди думают, что мы странные. Вы верите в то, что сила Божия может вмешиваться в жизни? Конечно, а вы? Бог изменил мою жизнь и продолжает менять ее. Если бы Бог не вмешался, то я уверен, что к этому моменту уже уничтожил бы себя. У вас тоже есть история о Божьей силе. И вы знаете, что это правда. Мы не должны забывать об этом. Мы укрепимся Его силой. А затем сказано, что укрепив нас, Он даст терпение и способность переносить. В переводе короля Иакова сказано переносить страдания. В современном переводе сказано «даст невероятную выдержку». Он говорит, что у нас будет невероятная выдержка и радость. Божья сила позволит нам выдержать и победить. Выдержка — это часть путешествия. Если вы не готовы терпеть, вы не выполните то, к чему вас призвал Бог. Терпение — это не что-то приятное, комфортное и удобное. Вы не терпите свой отпуск или десерт, не терпите хороший сон. Терпение говорит о том, что есть нечто неприятное, что вы хотели бы пройти поскорее, но оно не проходит быстро, и вам приходится терпеть. А в 12 стихе мы видим чуть больше указаний. Здесь сказано, чтобы мы были благодарны и весьма конкретно. Там сказано «благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Это те вещи, за которые мы должны быть благодарны. Они должны достаточно много значить для нас, чтобы мы были благодарны за них. Если кто-то дарит вам что-то, до чего вам и дела нет, вы будете вежливыми, но не будете благодарными. Вы не просили этого, не хотели и не цените это. Я считаю, что сила Божия остается для нас чем-то далеким, потому что мы не особо благодарны Богу за то, что Он дал нам. И нам нет особого дела до этого. Мы хотим сбросить 10 кило, получить прирост к зарплате. Мы хотим чего-то телесного. А то, что Бог сделал для нас, мы не ценим в такой мере, чтобы быть благодарными. Послушайте, что Он сделал. Он сделал нас причастниками в наследии святых во свете. Бог сделал нас. Не мы сделали это сами. На самом деле мы делаем все, чтобы не достичь этого. Бог вмешался от нашего имени, когда мы еще были бунтарями, позволив нам стать причастниками наследия святых во свете. А затем Он избавил нас от власти тьмы. Без искупительной работы Иисуса тьма владеет нами. Она владеет нами. Мы можем некоторое время побыть вежливыми или вести себя нормально, но мы преданы разрушительной тьме, которая полностью уничтожит наши жизни. Я благодарен, что Бог избавил меня. Он избавил вас. Это не означает, что мы перестаем жить в падшем мире. Это не означает, что мы перестаем бороться. Мы боремся с духовными силами тьмы, но мы освобождены от власти царства тьмы. И я благодарен за это. Даже в трудные дни, даже когда мне тяжело на сердце, я благодарен, что меня избавили от мира тьмы. И третье, мы должны быть благодарны, что Он вел нас в царство Сына. Мы поменяли царство. Четвертое, мы должны быть благодарны, потому что во Христе мы имеем искупление. Аллилуйя. Искупление — это термин, который означает «выкупить из чего-то». Если вы сдаете что-то в ломбард, вы отдаете власть над вещи другому человеку. А если вы хотите вернуть то, что заложили, то должны выкупить это. Иисус выкупил нас у царства тьмы. Оплатой за нас стала Его пролитая кровь. Новый Завет показывает, что Иисус пришел на рынок рабов, где нас с вами продавали как рабов греха. Он заплатил цену, чтобы искупить нас от этой жизни. И я благодарен за это. Мы были не лучшими последователями Христа. Нам было немного стыдно. Мы с большим энтузиазмом занимаемся своими хобби, работой, домом, школой или одеждой. Мы относились к Иисусу так, словно Он был каким-то странным членом нашей семьи. А ведь Он так добр к нам. Он проявил к нам благодать и милость. Ну и напоследок говорится, что мы должны быть благодарны, потому что через Его кровь нам даровали прощение грехов. Почему это важно? Если бы Иисус не проливал свою кровь за мои грехи, мне бы пришлось заплатить за эту цену. Меня бы ждала гибель. Но Иисус вмешался от моего имени. Он заплатил долг, который я не мог покрыть, чтобы я получил благословение, которого не заслуживал. И я благодарен за это. Я с радостью буду носить имя Иисуса, буду служить Ему. Я буду Его посланником. Каким бы ни было задание, мы служим Ему. Это величайший дар в нашей жизни. Если вы оказались заперты дома из-за погоды или трудных условий, то вы ощущаете некую тяжесть, некое чувство отчаяния и тревоги. Вы не можете делать то, что хотели бы сделать. Я хочу ободрить вас. Начните благодарить Господа. Начните ходить по дому. Если у вас дома много людей, то поедите в ванную и закройтесь на пару минут. Скажите, Господи, я хочу поблагодарить Тебя. Ты благ ко мне. Ты благословил меня. Спасибо, что вывел меня из тьмы и принял в царство Твоего Сына. Спасибо, что благодаря крови Иисуса все мои грехи прощены. Ты знаешь даже о тех грехах, о которых не знает никто другой. Ты покрыл их. Спасибо, Отче. Я славлю Тебя за это. Скажите тьме, тяжести, страху, болезни, чувство одиночества. Уйти. Бог был благ к нам. А последние три стиха позволяют нам заглянуть во времена творения. Тут говорится об Иисусе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им, Иисусом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы, господство, начальство, власти, все им создано, он глава церкви. Суть церкви не в архитекторе. Времени встреч или собраний. Мы представители царя-царей и Господа Господ. Об Иисусе сказано, что он есть образ Бога невидимого. Если вы хотите узнать больше о Боге, читайте Евангелие и узнавайте Иисусом. Также сказано, что он творец всего. Утвердите эту истину в своем сердце. Моя учеба в колледже началась с науки, и мне казалось, что большая часть обучения на ранних этапах была попыткой сдвинуть Бога с роли Творца. В сердце я говорил, что Бог создал небо и землю. Есть множество теорий, но ни у кого нет доказательств. Почему я не должен верить в то, что создал Бог? Бог умнее меня, и я не против этого. Слава Богу, что Он умнее меня. У нас были бы проблемы, если бы все было иначе. Он творец всего. А затем мы видим откровение. Без откровения мы бы не могли узнать об этом. Мы видим в творении небо и землю. Опять же, мы видим двойственность. Он создал небо и землю, видимое и невидимое. А затем нам дают откровение организационного порядка царства тьмы. Сказано, престола ли, господство ли, начальство ли, власть ли. Это организационная структура царства тьмы. Когда мы впервые встречаем сатану в Писании, тогда мы узнаем его историю и понимаем, что он был архангелом, управляющим ангелом. Он взбунтовался против Бога. Он потерял свое место на небе и был сброшен. Он взял организационную структуру, которую видел в Царстве Божьем, и применил ее в Царстве Тьмы. Почему это важно для нас? Если мы хотим, чтобы сила Божия являлась в нашей жизни, мы должны понимать природу нашего противника. Мы не можем думать, что это не важно или не имеет значения. Мы не можем закрыть глаза, как дети, и сказать, «Я не верю в это», словно это нас защитит. Иногда, в детстве, когда нам страшно, мы прятали голову под одеяло, надеясь спрятаться от того, чего мы так сильно боялись. Многие в Церкви прячут голову под заявлением о неверии, словно это избавит нас от нечистого влияния или духовного влияния, которое нам не нравится. Мы не можем позволить себе подобной наивности или неверии. Престол — это высший уровень власти в Писании. Мы читаем, что у Бога есть престол, и что те, кто будет править с ним, также будут сидеть на престолах. В Откровении престолы упоминаются более 24 раз. Хочу дать вам еще один пункт, потому что он важен. Это лишь начало. Мы пытаемся разобраться в фундаментальных принципах понятия силы Божьей и того, что выставляют против него. Вопрос не только в том, что Бог благ и любит нас. Точно так же есть дьявол и зло. Он ненавидит Божьи цели на земле. Он противится им с первой главы бытия. И он будет делать это, пока не будет осужден, как говорится в завершении Нового Завета. Мы с вами не просто преодолеваем наши плотские вызовы, внутреннюю склонность к нечестию. Мы должны победить зло в нашем мире. А оно существует. Мы не можем прятаться от него, договориться с ним. Единственное, к чему прислушивается зло, это сила, которая больше его. Если мы не верим и не позволяем силе Божьей являться в нашей жизни, мы фактически сдаемся перед злом. Мы не ведем себя как соль. Иисус сказал, что если соль потеряет соленость, то она годится лишь на одно — выбросить ее. Это не что-то опциональное. Это обязательно для нас. Бог по Своей милости дал нам это время для нового пробуждения. Дам вам еще два стиха и закончу. Это Бытие 1.1. Там говорится, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это первый стих в Библии. Но там есть два слова, которые стоят во множественном числе. Они позволяют нам заглянуть в суть этой истории. Слово «Бог» в первом стихе — это «элухим». «Им» — это одно из окончаний множественного числа на иврите. Это равноценно английскому «эс». Слово «Бог» стоит в том стихе во множественном числе. В самой первой главе мы видим намек на Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Второе слово, которое в английском стоит во множественном числе, — это «небо» или «небеса». На иврите это слово «шамаим». У него тоже окончание множественного числа. В первой главе, в первом стихе нашей Библии, мы видим божество — Бога Отца, Сына и Духа Святого. А также то, что небес больше, чем одно. Почему это важно? Это помогает нам понять природу духовного конфликта, в котором мы участвуем. Во втором послании к Коринфянам, 12 главе, втором стихе Павел пишет, «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет восхищен был до третьего неба». Согласно простым законам логики, если есть третье небо, то должны быть с первое и второе. То есть существует больше одного неба. Мы видим намек на это в первом стихе Библии. Я не буду рассматривать все места Писания, но скажу вам, что есть небо, где находится Божий престол. Это место, где живет Бог. Я не говорю, что они расположены как торт. Это три разных сферы существования. Есть небо, которое Божий престол. Есть среднее небо. Это место, где владычествует сатана. Когда его сбросили с небес, место обитания Бога. Куда он отправился? В книге Иова сказано, что он предстал перед ангелами Божьими и сказал, «Я ходил по всей земле». Но это не место его власти. Мы еще увидим это. Есть еще одно небо, о котором говорит Библия. Небо над нами, где летают птицы и плывут облака. В послании к Ефесиным 2 главе сказано, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Сатану описывают как правителя царства воздуха. Его власть находится на небе. Не на том небе, где живет Бог, а на средних небесах. Есть два слова на греческом, которые переведены как «воздух». Одно из них — слово, означающее «воздух», а второе — это слово «эфир». «Эфир» на греческом — это верхние слои атмосферы. Здесь используется именно это слово, означающее нечто, находящееся рядом с поверхностью земли. Итак, сатана — правитель царства воздуха, которое окружает землю. Важно знать, что сатана — правитель царства. Он не выдуманный персонаж. Он не бабайка, который приснился кому-то во сне. Истории о тех ужасах, которые мы причиняли друг другу, ясно говорят о том, что на земле действует злая сила. «А мы с вами в это уникальное время были призваны в качестве послов царя, царей и Господа Господ, чтобы быть солью и светом, чтобы менять этот мир». Иисус пришел в качестве представителя Отца, чтобы показать нам силу царства, участниками которого Он позволил нам стать. Я считаю, что мы слишком долго сомневались в том, верим мы в чудеса или нет. Мы слишком часто спорили о том, верим ли мы в то, что Бог исцеляет, или в то, что мы нуждаемся в освобождении от нечистых духов. Мы взяли сверхъестественные вещи и отодвинули их на периферию веры, думая, что сможем логически найти Бога. Я люблю логику, люблю учиться, но мы не исполним того, для чего нас создал Бог, без Его силы, явленной в нашей жизни. Я хочу помолиться с вами перед тем, как мы закончили. Часто мы думаем, что молитва — это формальная часть, но на самом деле молитва — это когда мы приглашаем Бога войти в нашу жизнь. Вам не нужны особые слова или тон голоса, или степень богословия, чтобы сказать «Боже, помоги». Одни из самых сильных молитв Библии были очень короткими. Иисус, стоя перед гробом Лазаря, сказал «Лазарь, выйдем, и мертвый воскрес. Если бы я был там, то устроил бы молитву на четыре часа и служение поклонения до этого». Вопрос не в вашем духовном IQ. Мы просто хотим озвучить приглашение Богу. Просто скажите «Боже, нам нужна Твоя помощь». Во всех обстоятельствах и вызовах мы смотрим на Тебя. Благодаря крови Иисуса Ты приносишь свободу для тела, души и духа. Во имя Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего. Здравствуйте, я пастор Аллен. Хочу коротко обратиться к вам. Мы переживаем период невероятной нестабильности, который, вероятно, начался с вируса и еще не закончился. Недавно на США обрушился снежный шторм, и жизнь миллионов из нас подверглась влиянию погодных явлений. Однако это не в нашей власти. Иисус пришел на эту землю, чтобы показать нам силу Божию. Честно говоря, мы не уделяем этому должного внимания. Мы ходим в церковь, знаем, когда встать, когда сесть, знаем припевы песен, но мы должны научиться молиться. Молиться так, чтобы привлекать силу Божию в нашу жизнь. Я подготовил небольшой и очень полезный инструмент под названием «Сегодня я буду». Здесь есть 30 молитв на каждый день, сопутствующее местописание, рабочий блокнот, куда можно записать ваши молитвы и размышления о том, что происходит в вашей жизни. Мы должны научиться стоять в вере по-новому. Это необходимо и мне, и вам. Вместе мы изменим этот мир ради Царства Божьего. Цели Бога осуществляются, когда Его народ молится. Библия говорит нам молиться непрестанно, но иногда это сложно. За ваше пожертвование мы хотим выслать вам книгу пастора Аллена «Сегодня я буду». 30 дней молитвы. В ней много молитв, стихов из Писания и мест для записей, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему. В книге есть блокнот, куда можно записывать ваши собственные молитвы. Также у нас есть кое-что особенное для тех, кто пожертвует 40 долларов или больше. Это набор подставок из черного мрамора и дерева, на которых выгравирована надпись «Бог мой, скала моя». 17-й Псалом, 3-й стих. Они будут напоминать вам о Божьей верности каждый раз, когда вы будете их использовать. Вы можете сделать пожертвование на нашем веб-сайте, или позвонить по номеру телефона, который указан сейчас на ваших экранах. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего.